Время новостей Донбасса На блокпосту около Курахова гуманитарный рейс Рината Ахметова остановили в воскресенье. Бойцам батальона Днепр-1, которые там стоят, не понравились сопроводительные документы к грузу. Говорят, пакет не полный. Однако компания «Украинский ритейл», которая оформляет документы на гуманитарный груз, уверяет, с бумагами всё в порядке. Я хочу особо подчеркнуть, что на протяжении последних четырёх месяцев мы регулярно отправляем рейсы гуманитарные, которые сопровождаются стандартным пакетом, набором документов необходимых. И до 14 декабря этого было вполне достаточно. Но представители батальона Днепр высказали в устной форме причём новые требования к составлению документов. Украинский ритейл выполнил требования бойцов Днепра и утром в понедельник привёз новый пакет сопроводительных документов. Представитель компании показывает, все печати, все данные здесь есть. Их уже раздали водителям, теперь они только ждут разрешения ехать в Донецк. Что нас там ждёт впереди, я бы не знаю. 22 фуры с гуманитарным грузом до сих пор не пропускают. Что ещё не нравится батальону Днепр-1, никто не понимает. В штабе АТО утверждают, приказы задержать гуманитарный рейс там не давали. В ООН назвали недопустимой ситуацию с задержкой рейса, поскольку жители зоны боевых действий имеют право на получение помощи. Тем более международные организации контролируют формирование и наполнение гуманитарных грузов. Перешкоджание проходжению гуманитарной помощи может в деяких випадках розглядаться как порушение международного гуманитарного права. Я мав зустріч с генерал-полковником в Маріуполе, який відповідає за гуманитарную помощь в Донецку. И он мне запевнив, что сделает всё возможное, чтобы обеспечить безперешкодный проезд, чтобы гуманитарная помощь надійшла с мирной территории на территорию под контрольную боевикам. В администрации президента обещают разобраться. Гуманитарная помощь на Донбасс из любых регионов Украины должна поступать беспрепятственно. Надо терминово открыть возможность прохода туда будь-яких, я хочу подкреслити, будь-яких продуктов, товаров, медикаментов, чтобы с Киева, с других регионов эта допомога надходила. И такое питание было поставлено президентом на Раде, которое было проведено сегодня. Я думаю, что ближайшими днями эти возможности будут открыты. И снятие проблемы. Предоставлять гуманитарную помощь исключительно мирным жителям – это принципиальная и бесповоротная позиция штаба Ахметова. Около 400 тонн продуктов, которые везёт рейс, ждут тысячи людей. Гуманитарка для них сейчас единственный способ выжить. Жителям зоны АТО с лета не платят ни пенсии, ни зарплат. Уже сегодня из-за задержки машин на Донбасс-арене не выдавали наборы для детей до двух лет. Это ребёнок 2,5 месяца. И денег нет, работы нет, и памперсы даже те же, и питание. Очень необходимо ребёнку маленькому. Это самая лучшая гуманитарная помощь от Ахметова. Ему огромнейшее просто спасибо, потому что наборы просто шикарнейшие. Там всё есть и соки, и фруктовое пюре, и овощное пюре. Ну, а про памперсы я вообще молчу. С учётом того, что сколько это сейчас всё стоит, очень дорого. Как можно характеризовать такие действия, когда, извините, украинским солдатам пропускают еду на аэропорт, а нашим маленьким деткам, которых бомбят, им не пропускают? Ну, как так можно? Мы же все здесь люди. У нас маленькие дети. В чём мы виноваты? Это, конечно, по отношению к людям, которым 80, они только живут этой помощью. Всё. Как можно к этому относиться? Я считаю, что это вообще не по-человечески. По отношению к старым людям, которые прожили столько лет, они этого не заслужили. Фуры, которые стоят вторые сутки под Курахово, это уже 12-й гуманитарный рейс Рината Ахметова. Пятый месяц он направляет продуктовые детские наборы мирным жителям Донецкой и Луганской области, которые оказались в зоне боевых действий. За это время розданы почти миллион 400 тысяч пакетов. Жителям Донецка, Макеевки, Моспина, Горловки, Торезы, Осиноваты, Харциска, Янакева, Кировского, Зуевки и Свердловска. Сегодня проверили уже обновлённый пакет документов. Претензий ни к грузу, ни к документам нет. Однако грузовики в Донецк до сих пор не могут войти. Вы знаете, это просто возмутительно, когда идёт политизация любой гуманитарной помощи. На сегодняшний день около миллиона мирных жителей Донбасса крайне нуждаются в продуктах питания и находятся за чертой бедности. И именно таким решением не пустить гуманитарную помощь мы обрекаем этих людей на голодную смерть. В гуманитарном штабе Рината Ахметова приложат все усилия для того, чтобы продукты были доставлены в пункт назначения. Гуманитарная помощь будет и дальше поддерживать мирных жителей Донбасса. Илона Свердун, Данила Киреев, Владимир Конопля, телеканал Донбасс. В подконтрольном боевикам Луганске сегодня были слышны залпы артиллерии. Об этом сообщают местные жители. Также в соцсетях появилась информация о столкновении в районе города Счастье и населённых пунктах Фрунзе и Чернухино. В Донецкой области силовики сообщают об обстреле позицию села Орлова-Ивановка. По-прежнему неспокойно в районе Донецкого аэропорта погибших и раненых среди мирного населения и военных за минувшие сутки нет, сообщают в Совете нацбезопасности. В Организации объединённых наций тем временем обнародовали последнюю статистику. Всего с момента начала военных действий на востоке Украины погибло 4707 человек. Среди них как мирные жители, так и военные. По данным ООН, только за три последних месяца жертвами противостояния стали более 1300 человек. Раненых с начала конфликта почти в 10 раз больше. Более полумиллиона жителей Донбасса выехали в другие более безопасные регионы Украины. Ещё примерно столько же перебрались в соседние страны. Гуманитарную помощь от Рината Ахметова сегодня получили жители города Счастье. Волонтёры привезли самое необходимое – питание и подгузники. Их раздавали семьям, где есть дети до трёх лет. На благотворительную акцию собрались сотни людей. Кому и как помогли, видел Ростислав Сысоев. С самого утра у Дворца культуры собираются мамы с детьми. В прифронтовом городе и во время перемирия слышны взрывы. Но это не останавливает ни родителей, ни волонтёров. Сегодня в Счастье впервые раздают детскую гуманитарную помощь от Рината Ахметова. Всё неплохо, всё то, что надо, то, что по делу. Памперсов тоже в магазинах ничего нет. На месяц хватит, проживём. Спасибо огромнейшее. Подгузники, фруктовые соки и пюре, молочные смеси и детские каши. Такую помощь только сегодня получат 200 детей. Мамы говорят, что теперь их малыши обеспечены самым необходимым. Утром позвонили, сказали прийти, мы пришли. Всё отлично. Для того, чтобы получить гуманитарную помощь, необходимо иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении ребёнка в оригинале и код. В оригинале. Именно мама. Списки получателей составлены заранее. Каждому назначено время. Поэтому здесь нет длинных очередей. На всё про всё уходят считанные минуты. Соцвыплат нету. Не знаю, когда будут, не будут. Хотелось бы, конечно, чтобы были, но не знаю. Конечно, нуждаются все. Кого нет мужа, кто одинокая мать. Это помощь адресная. То есть это не просто взагале кому-то привезли. Это действительно получают люди, у которых дети до трёх лет. Юлии с её трёхмесячным малышом повезло. Гуманитарную помощь в их город удалось доставить. А вот в Донецк жизненно необходимые продукты не пропустили. Колонну машин остановил добровольческий батальон на территории, которую контролирует украинская армия. Я считаю, что это неправильно, конечно. Потому что детских не платят, поскольку я знаю, в Донецке. Ни декретных он ничего не платил. Ранее, в счастье, продуктовые наборы от гуманитарного штаба «Поможем» получили инвалиды, пенсионеры и переселенцы. Ростислав Сысоев, Виктор Белогорцев, Леонид Мелешко. Специально для телеканала «Донбасс». Северодонецкие спасатели развернули в городе Палаточный городок. Так приготовились спасать от мороза вынужденных мигрантов. Ежедневно в местный пенсионный фонд приезжают сотни переселенцев, чтобы переоформить пенсии и соцвыплаты. Но не все они успевают на последний маршрут домой. Репортаж Натальи Трофимовой из Северодонецка. У Северодонецкого управления пенсионного фонда полтора десятка автобусов. На них приехали переоформить пенсию и соцвыплаты жители оккупированных городов Луганской области. В основном это Алчевск, Кировск, Перевальск и Брянка. Сейчас за перемирие нормально едем. Не стреляют. Большие очереди на блокпосты. Сегодня же понедельник. Очень много транспорта было. Ну где-то около часа простояли. С утра в пенсионном фонде больше двух сотен человек. Проблем с регистрацией и приемом людей здесь нет. В течение дня все успевают оформить документы. Однако старики сетуют. Многие из них не то, чтобы в очереди выстоять. Но даже выйти из дома уже не в состоянии. Люди страдают ноги, больными приезжают сюда для того, чтобы инвалиды приезжают, чтобы получить пенсию. Битковый автобус. Я инвалид второй группы. У меня протезы на ногах стоят. Все выплаты на оккупированных территориях прекращены с 1 декабря. За это время нагрузка на работников пенсионного фонда в Северодонецке увеличилась в четыре раза. Ну если вот взять статистику по новым назначениям, то из местных, скажем, жителей Северодонецка один человек, а из переселенцев четыре человека назначают новое дело. В связи с этим у нас увеличилась потребность финансирования пенсии. Если раньше у нас составляла потребность где-то 60 миллионов, то на 1 декабря у нас потребность уже 102 миллиона на выплату пенсии. В так называемой Луганской республике проживают почти полмиллиона пенсионеров. Около 200 тысяч из них уже переоформили пенсии на подконтрольных украинской власти территориях. Большая часть не выезжает за пределы Луганской области. На территории Луганской области перерегистрировалось 121 тысяча пенсионеров. Самая большая на сегодняшний день эта нагрузка на Лисичанск 26 тысяч почти пенсионеров и на город Северодонецк 22 с половиной тысячи. Переоформить пенсию только половина дела, говорит бывший шахтер Юрий Компанец. Позже придется приезжать сюда снова, чтобы получить деньги в банкомате, поскольку пенсии перечисляют на карточке, а дома ни банки, ни банковские терминалы не работают. Ничего придется ехать, потому что деньги не эти снимать, только здесь. В Перевальске ничего нет, половина закрытых, полу пустые. Банки не работают? Банки не работают, ничего не работает. К большому наплыву приезжих пенсионеров готовятся северодонецкие спасатели. Гостиничных номеров и съемных квартир на всех не хватает. Для тех, кто опоздал на автобус и нуждается в ночлеге, установили палаточный городок. Ежедневно прибывают ориентировочно 15-20 человек. Это люди, которые переночуют и уезжают опять на свои территории. Переоформляют пенсии, соцвыплаты и прочие документы. На ночь остаются, в палатках тепло, питанием обеспечены. С наступления морозов желающих переоформить пенсии в Северодонецком пенсионном фонде меньше не становится. В ближайшие 2-3 месяца здесь ожидают еще около 100 тысяч луганчан. Наталья Трофимова, Олег Притыкин, телеканал Донбасс. Почти 3 миллиарда гривен необходимы на восстановление жилых домов, детских садов, школ и других объектов ЖКХ, поврежденных во время боевых действий в Донецкой области. Цифра предварительная, сообщают при службе облгосадминистрации. Так как подсчитать все разрушенное на Донечине не удается из-за постоянных обстрелов. Там, где уже не стреляют, коммунальщики ремонтируют теплосети и газопроводы. В 153 населенных пунктах устранили перебои с электроснабжением. Энергетического кризиса в Украине можно миновать только путем переговоров между конфликтующими сторонами. Об этом заявил доктор экономических наук профессор Юрий Макагун. По его словам, политикам ради энергетической и экономической безопасности страны необходимо идти на компромиссы. Профессор уверен, сейчас необходимо руководствоваться не политическими амбициями, а здравым смыслом, от которого должна выиграть экономика страны. Вся эта ситуация с кризисом, кроме экономического и военно-политического характера, совершенно перекроила ситуацию в промышленности. И заодно не только с углем проблемы, но и с потреблением электроэнергии, с потреблением газа. Тепловые станции строились под определенные сорта угля. Вот, пожалуйста, южноафриканский уголь. Привезли, а он в наших топках не горит, потому что он совершенно другой кондиции. Есть путь к разрешению этого вопроса. Он должен быть одним только направлением решен. Поскольку есть возможность перейти к переговорному процессу. Это показала долговременная тишина, которая наступила наконец-то уже неделю на просторах Донецкой и Луганской областей. Возможность здесь разблокировать экономическую часть деятельности. Рождественский концерт юных исполнителей-переселенцев. Маленькие скрипачи и пианисты выступили на киевской сцене в сопровождении камерного оркестра. При этом все участники музыкального вечера вынуждены мигранты из Донбасса и Крыма. О том, как изменились судьбы талантливых детей с началом военных действий, расскажет Анастасия Пугач. Девятилетняя Аня Кисляк играет в венский марш под аккомпанемент камерного оркестра. Вместе со своей сестрой Соней она занимается музыкой уже 4 года. Когда в Донецке начались боевые действия, мать перевезла талантливых близняшек в Киев. 1 сентября девочки встретились с новыми друзьями. В Киеве девочек музыки обучает преподаватель, у которого школьницы занимались в Донецке в мирное время. Елена Приходько рассказывает, перебралась в столицу еще летом, приехала в гости к старшей дочери и осталась здесь жить. Так как возвращаться домой опасно. Сейчас Елена работает в музыкальной школе. Честно вам скажу, меня приняли на работу без документов сначала, потому что у меня их на руках не было. Мы почему-то думали, что мы осенью вернемся домой. Поэтому, естественно, мы ехали и были не готовы к тому, что это так затянется. Какие-то документы мы вывезли, но никто не рассчитывался с работы. Организовала концерт талантливых детей-переселенцев скрипачка Богдана Пивненко. В течение нескольких лет она была судьей всеукраинского детского конкурса. Когда в Донбассе начались боевые действия, Богдана обзвонила всех бывших лауреатов из Восточной Украины. Выяснилось, что многие юные музыканты вместе с родителями покинули зону АТО. Однако есть и те, кто не смог выехать, говорит скрипачка. Не у всех на это есть деньги. Эти люди культуры действительно стали заложниками ситуации. Кто-то выехал, а кто-то просто нет никуда, ни за что. Мне хотелось, чтобы они слышали, что мы про них помним, что мы не обойдут, что у них жизнь не закончилась. Потому что очень важно, когда ты занимаешься любыми справами, это держит. Это дает ощущение, что жизнь продолжается и какую-то надежду, что все как-то повернется в мирное русло. 13-летний Никита уже играет сложнейший второй концерт Рахманинова, но признается, больше всего любит джаз. Мальчик – единственный участник музыкального вечера, кто собирается после выступления вместе с матерью вернуться в оккупированный Донецк. У семьи музыкантов нет денег, чтобы переехать жить в Киев. Дома юный пианист занимается в спецшколе при консерватории. Мальчик рассказывает, сейчас в его классе из восьми учеников осталось всего двое. Один из них – сам Никита. У нас там образовательные уроки, все проходят, только очень мало детей, потому что все поразъехались из-за ситуации такой. Занимаюсь я дома, у меня состоит фортепиано, я не обращаю внимания вообще ни на какие военные действия. Просто закрываю окна и не слышу их. Анастасия Пугач, Алексей Соливон, Телеканал Донбасс. Наш выпуск на этом завершен. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова